Место встречи самый южный пляж страны. Александр Ткачев пригласил глав районов на прогулку по большой набережной Олимпийского парка. В плане благоустройства прибрежных территорий это отличный пример. Безопасное современное покрытие, велосипедная дорожка, просторная прогулочная зона, освещение, лавочки прекрасно дополняют чистую и широкую пляжную полосу. Радует туристов и морской пейзаж и вид на олимпийские объекты. Протяженность набережной 6,5 километров. Осмотр достопримечательностей продолжает на гольф-карах. Как губернатор обращается к главе Геленджика Виктору Христину с предложением перенять опыт. Витя, чего не хватает велосипедной дорожки? У нас ее негде делать, Александр Николаевич. Ищи, ищи. Имея такую набережную, найдешь кусок. Так тебе кажется. Вы правы, Александр Николаевич. Сегодня многие приезжают на отдых уже с вместе с дедами. А тем более, смотри, если это набережная, это у тебя 10 километров, и через всю ее будет... Это что, цены не будет? Это все будут там, понимаешь? Нынешний курортный сезон особенный. Первый после Олимпиады. Но еще важнее. У Кубани впервые появился серьезный конкурент в России. Бояться оттока туристов в Крым не нужно, говорит губернатор на краевом совещании, которое больше напоминает военный совет. От всех представителей курортной отрасли края требуют мобилизации. За сезон 2014-го придется по-настоящему биться. В этих условиях даже от официанта в ресторане зависит, примет ли регион привычные 12 миллионов туристов. Выграет тот, кто на рынке сможет доказать, что он лучший. Один пример. Большой отель на берегу моря. Ужин. Пол 11-го. Описан подходит, извините, уважаемый, у нас пол 11 закрывает. Ну хорошо. Все дальше. Без 10. У нас закрывает, надо как-то... И начинает движение. Что-то уже полы мыть, дверью хлопать. В 11 часов приходит, извините, мы уже закрыты. Надо уходить. В 11 часов вечера. Неделю назад. Майские праздники. Это что такое? Это мы говорим о сервисе. Мы говорим об отношении. Так, слушайте, он плюнет, больше никого в жизни не придет и другим скажет. Это хамство. И, как правило, в отель зарывают огромные деньги. Вот в эту красоту. А люди работают внутри. Совершенно бездарно. И если думать то, что мы уже сегодня все знаем. Мы уже сегодня профессионалы. У нас у каждого пятизвездочный отель. И что нас учить? Это ничего подобного. Всю жизнь учатся все. Работа над качеством сервиса ведется круглый год, докладывают главы курортных городов. В Анапе к грамотному ведению туристического бизнеса учатся около двух тысяч студентов. Держит марку и геленджик, куда по статистике возвращаются 80% туристов. Значит, довольны. И все же то, что экономить на зарплатах своим работникам, в конечном счете выходит себе дороже, понимают не все. Мы говорим о турпродукте. Кто его доводит до конца? Горничная, которая выбирает номер. Официант, который обслуживает в кафе, в ресторане. На сегодняшний день 70% эти вакансии занимают наемные люди, сезонные. Процент из них положительно себя зарекомендовавших где-то 50%. Уровень сервиса напрямую зависит от качества подготовки тех, кто его доводит. Не говоря уже о хамствах, которые, как правило, происходят в частных кафе и ресторанах, где, в принципе, все укладывается под настроение собственника. С этим надо не просто бороться, а системно работать. Из 12 миллионов отдыхающих почти половина добираются на курорты Краснодарского края на автомобильном транспорте. Столько же на поездах, и только полтора миллиона туристов предпочитают самолет. Тур-операторы жалуются, мало прямых рейсов, летят преимущественно через Москву, авиабилеты получаются дорогие. Минтрансе обещают изменения. Приложить максимум усилий для того, чтобы дорога была в удовольствие, нужно и для тех, кто к морю предпочитает добираться на машине. Еще одна тема, которую нужно обсудить, это дорога к морю. И надо сказать, что она начинается не возле джубы или горячего ключа, а на въезде в Краснодарский край. Более трех миллионов туристов едут к нам на собственном транспорте, и что они видят. Отживший свой век кафе, где еда готовится в антисанитарных условиях, бабушек, торгующих пирожками прямо на обочине в пыли. То, что сегодня творится у нас на придорожном сервисе, это, конечно, бардак, по-другому не назовешь. Основной приток транспорта в течение летнего сезона идет через Ленинградский, Каневской, Брюховецкий, Тимошовский районы. Поэтому я прошу главы муниципальных образований, вседорожные службы взять под личный контроль весь придорожный сервис. Реверсивного движения на дорогах края, несмотря на то, что ремонтные работы ведутся, не будет, заверил представитель авторемонтников. Что же касается придорожной торговли, то в ближайшие дни ситуацию возле и на дорогах власти края начнут мониторить с воздуха вертолетными облетами. Пока, к сожалению, как сказал Александр Николаевич, ну, не навязчивый такой сервис. Ну, и, конечно же, это, ну, никак не только не привлекает, это позорит. И в данном случае наш муниципалитет и весь край. Поэтому, естественно, вот после сегодняшнего совещания мы буквально в ближайшие дни проведем очень серьезные работы. Отдельный разговор в преддверии нынешнего сезона о Сочи. Столица Олимпиады ждет около 100 тысяч иностранных туристов, которые прибудут на круизных лайнерах. Город провел презентацию сочинских курортов в 14 регионах России. Туристические компании готовы предложить отдых от эконом-класса до ультра все включено. Сама Олимпиада создала очень серьезную, очень новую, очень креативную материально-техническую базу курорта. И эта материально-техническая база курорта, а это почти больше 40 объектов недвижимости, это новые отели, это Олимпийский парк, это Сочи парк, это объекты, которые сегодня дают возможность на совершенно новом, конкурентоспособном уровне принимать гостей. Появление Крыма на карте России должно только подстегнуть развитие курортов края, уверен Александр Ткачев. Есть еще много чего на Кубани, куда не ступало много туриста и чем не воспользовались туроператоры. Своя стратегия развития отрасли должна быть в каждом районе, требует губернатор, и не на бумаге. У нас есть атамань, которая гремит на всю Россию. Должен сказать, что вот этот проект на пустом месте, но хорошая идея. Немного денег, усилий мы около миллиона человек принимаем, вот на одном пятачке. Люди с удовольствием едут и смотрят, хотят окунуться в эту историческую данность. Это тем более жители края, и на этом зарабатывают целые поселки, целые станицы, сама атамань. То же самое, я уверен, будущее и молодежный фестиваль Кубана, в том числе и в Тюмрюкском районе. Эти все фестивали, проекты подобного уровня, это точки роста. Например, посмотришь на Приморско-Артарский район, там непаханное поле для развития гастрономического туризма, рыбных фестивалей, на любой вкус. Возьмешь Успенский район или Брюховецкий район, уникальные перспективы для агротуризма. И так везде. Медленнее Черноморского развивается Азовское побережье, но тем не менее, свои полмиллиона туристов, небольшие поселки в Ейском и Тюмрюкском районах каждый год отвоевывают. В этом году сезон там открыли на майские праздники большим фестивалям минсерферов. Город Новороссийск за последние шесть лет изменился кардинально. То есть набережная, вообще просто зона отдыха, парки и все остальное, в лучшую сторону поменялся. Могу сказать только про город Геленджик. Он меня очень с супругой впечатлил. Первый раз, когда сюда приехали, нас очень впечатлила эта набережная, куда мы можем просто выйти, погулять, посмотреть на море, подышать воздухом, никакого транспорта. У меня и детям здесь нравится, и я сама здесь. Я планирую здесь жить у вас, покупать квартиру. И вода чистая, и вообще сам город очень чистая. Больше всего это восхищает. Вот за границей не сравните. Так что ребята, идите сюда отдыхать. Монополия региона на владение черноморскими курортами в стране теперь в прошлом. Но по подсчетам экспертов, при условии динамичного развития курортных территорий, Краснодарский край сможет принимать до 500 тысяч отдыхающих в сутки. А это уже не 12, а 45 миллионов туристов в год. Яна Маскаленко, Валерий Пятов, Денис Маскаленко, 9 канал, Сочи.